Земля И ветер северный меняется на южный Я ничего с собою не возьму И потому мне ничего не нужно Что было прежде, будет и потом Что было сотворенным, сотворится Сегодня смех, веселье полон дому А завтра сплачет тот, кто веселится У моря из рек текут потоки вод Что по облаками возвратится в реки Приходит род и вновь проходит род И только ты господствуешь вовеки В конце 80-х Россия заслушалась песнопеями и романаха Романа Но даже и сегодня, услышав его впервые Многие спрашивают, кто это поет Его песни давно разошлись по стране Перешагнули пределы России Их поют в Сербии и Польше Слушают в Германии и Австралии Стихи издают во многих странах мира А сам он живет в глуши, отгороженной от мира Псковскими болотами и речкой Лочкина Два десятка лет назад он ушел в скит Ветрова И большую часть года живет здесь один Добраться в скит можно только по реке Летом на лодке, а зимой, когда встанет река, по льду По дороге в скит и вокруг него мы видели много собачьих следов Но собаки в скиту нет, это волчьи следы В тот год река долго не замерзала, а отца Романа ждали в Петербурге, в Александро-Невской лавре Там шло награждение православных писателей и поэтов Всероссийской терротурной премии имени святого князя Александра Невского Вручал премии епископ Выборгский Назарий Поэзия, первая премия, Ермонах Роман, Матюшин, Псковская область Я очень рад, что существует такая премия, которая определяет направление пишущих Во всех случаях человек имеет только одну дорогу Два направления на этой дороге Это путь к себе или путь от себя Человек духовный, верующий, даже если он далек от церкви, человек правдивый должен приводить читающего к своим глубинам Нельзя, чтобы чтение или картина художника помогала ему убивать драгоценное время Если после прочтения стихотворения, прозы, книги у человека возникает чувство или покаяния, или благодарения То эти слова уже благословляются самим Господом АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слава Богу, снова я один Слава Богу, снова я лампадку затеплю Суету оставил позади Господу молитву пролью В эту ночь в сиянии луны Хорошо тебе, душе одной Воззывать к нему из глубины Господи, Господи, услыши голос мой Все внимает Богу, не дыша Господи, дела Твои святы Что ж ты плачешь, глупая душа Или и ты коснулась чистоты Слава Богу, снова я один Снова я лампадку затеплю Суету оставил позади Господу молитву пролью Познакомился я с отцом Романом, а тогда еще Александром Матюшиным, иноком На приходе у отца Рафаэла Огородникова, покойного ныне Это была глухая деревня среди псковских лесов Называлась она Лосицы И в этой деревне был небольшой храмик Отец Рафаэл был в нем настоятелем Я приехал к нему в первый раз, просто познакомиться За каким-то духовным советом И вот Александр жил в его доме У него была отгороженная отдельная комнатка маленькая Хотя и изба-то сама была совсем небольшая Но маленькая отгороженная келья И в этой келье отец Александр жил Никого туда не пускал И когда я первый раз туда попал, заглянул, то увидел в ней гроб В этой келье, грубо сколоченный гроб Причем такой довольно большой И когда я выскочил оттуда в ужасе И потом расспросил, спросил у Ильи Даниловича Что же это такое? Один из жильцов этого дома сказал Что в этом гробу Саша спит Потому что все подвижники спали в гробах И вот он действительно спал в этом ужасно неудобном гробу Подвязался всячески Молился очень строго Почти ни с кем не разговаривал Такой был достаточно замкнутый Когда мы ходили в лес гулять Все мы вырезали себе посажки Лето, очень приятно было гулять То у Александра был самый красивый черный посох С очень красивым таким набалдажником ореховым Из орехового дерева, как мы думали тогда Но когда я решил этот посох потрогать и подержать Я знал, что он ужасно тяжелый Потому что это был лом Лом, к которому черные изоляционные ленты Была прикручена вот такой вот набалдажник Чтобы все думали, что это просто деревяшка И мы гуляли иногда по 3-4 часа И он вот с этим ломом ходил Я спросил, зачем ты это делаешь? Он говорит, ну мне надо Немножко себя утруждать Ты физическую форму Поддерживать Он был достаточно мирный Добрый, очень отзывчивый Приветливый человек И узнав, что я закончил Истут кинематографии Он отвел меня в сторонку И сказал, ты знаешь, я пишу стихи Мне бы интересно было узнать твое мнение И дал мне почитать стихи Я никогда не был специалистом в поэзии Но здесь я понял, что это настоящая поэзия Настоящая поэзия Есть стихи отца Романа Совершенно поразительные Которые я помню наизусть еще с тех пор Когда впервые мы познакомились Я это все услышал Уже вечер, друзья, уже вечер И луна свою лампу зажгла Родник Пусть тебе снится Целебный родник Колокольный звон над землей плывет А в монастыре братский хурпат Поразительные совершенно вещи Если тебя неудача постигла Если не в силах развеять тоску Осенью мягкой, осенью тихой Выйди скорей к моему роднику За родником белый храм Кладбище старое Этот забытый край Русь нам оставила С отцом Романом Матюшиным я познакомился очень давно Случилось так, что приехал ко мне Молодой человек Сказал, что он сын учительницы С гитарой И сказал, что он хочет устроиться в какую-нибудь церковь И, конечно, я обрадовался Встреча с таким молодым человеком И предложил ему прийти в церковь И начать служить Вот Он, конечно, ничего еще не знал Был совершенно такой Совершенно не церковный человек Но с горящими глазами И с гитарой Что меня поразило Это то, что ситуация была такая Был летний день Я был очень перегружен всевозможными проблемами И даже не смог позаботиться о его ночлеге Утром пришел я и узнал, что он спит в сарае На своей смеси со своей гитарой Проснулись, начали службу Он оказался способным молодым человеком И даже мог читать по-славянски Жил он у нас в церковном доме И принимал участие в богослужении Что меня поразило еще Это то, что он попросил Чтобы ему открыли церковь И чтобы он там читал псалтирь по ночам И вот буквально несколько ночей Он всю ночь вычитывал псалтирь Будучи полностью в совершенном одиночестве Просто я его запускал в храм Закрывал храм на ключ И открывал его утром Чтобы выйти ему на свободу Раскрою я Псалтирь святую Свечой лампаду Затеплю Наброшу мантию худую С Давидом вместе воспою Господи, Господь наш Яко чудно имя Твое Господи, Господь наш Яко чудно имя Твое Отец Александр Отец Александр всегда немножко сомневался Тогдашний отец Роман А вот нужно ли это делать? А вот правильно ли он делает? Он спрашивал у многих духовников И я считаю, что точку здесь поставил Отец Николай Гурьянов Он твердо и ясно благословил Это Твое священческое дело Давай Делай через это Ты приведешь Многих людей к вере А многих в вере и утвердишь У вас хорошие мысли Твориться только можно Вам надо Так уж всегда нормально Вот человек батюшка нужен 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 Помоги вам Господи Конечно, после такого благословения Александр был счастлив на седьмом небе И продолжал Продолжал вот это вот свое удивительное Прекрасное, замечательное творчество Сон мне приснился Очень странный сон Будто я слышу Погребальный звон Тихо иду Белой рубахе по полю И журавли Словно кресты в колоколе Ноги басые За плечом с ума Люди косятся Но сошел с ума Тихо иду Белой рубахе по полю И журавли Словно кресты в колоколе Все обстоятельства пострига Отца Романа у меня уже не очень сохранились в памяти На постриг нужно благословение духовника Такое благословение было дано, кажется, отцом Николаем Которому отец Роман Все годы до смерти отца Николая Приходил как духовный сын И благословение архиерея Архиереем был тогда Митрополит Иоанн Псковский Отец Роман ждал Долго ждал этого момента И Наконец Такое благословение было дано Отец Роман вообще такая натура романтическая И он говорил Ну вот Какое там имя монашеское Ксенофонт Или там в честь Антония Великого Или там Какое-нибудь там Никодим К примеру И Постригал его В селе Боровик В храме Покрова Божией Матери Наш общий друг В общем Любимый нами человек Отец Никита Романах Никита И потом отец Никита мне уже рассказывал Когда я произнес Брат наш Роман То есть впервые Постригаемый слышался Он говорит Чуть не выскочил у меня из-под ножниц Волосы постригают ножницы Так он не ожидал этого имени Он ждал что-то Ну Роман Это все-таки распространенное имя И Совершенно он был к этому не готов И даже обиделся Насколько я знаю На отца Никита Но Конечно очень подходящий Во-первых В Покровском храме А в Мы знаем что В Событие само Покрова Оно связано С Романом Сладкопевцем Византийским Византийским Прекрасным византийским Певцом и поэтом Ну и второе Прекрасный певец И поэт Роман Дал имя Прекрасному Певцу И поэту Отцу Роману Матюшину Радость Моя Моя Мой единственный Друг Белые церкви Светлеются Издали Благовествуя о мире Ином Живы еще Проповедники Истины Радость моя Не скорби Ни о чем Будучи еще послушником у митрополита Петерима Я когда был послан им из издательского отдела в патриархию И вот Ожидая Ответа на письмо Митрополита от патриарха Я стоял где-то в прихожей И вдруг слышу Испокоив патриарха Песни отца Романа Причем те которые я сам записал На магнитофон Еще там 5-6 лет назад Или там 3-4 года назад Записал отец Никита Отец Роман тогда Александр И я мы сидели И кудесничали Над этим самым Над этим магнитофоном Отец Роман пел И мы записывали все его песни Тогда вот мы впервые решили это записать На простой Обычный какой-то магнитофон И вдруг слышу эти песни И меня это просто поразило Я спросил у своих приятелей Келеников Патриарха А что это такое? Почему? Она говорит А Святейший очень любит Ему очень нравится Он всегда с большим удовольствием И Святейший же Пимин сам был поэтом И он был прекрасным певцом И он был прекрасным музыкантом И он смог Вот этот старец Патриарх Смог оценить И принять Удивительное творчество Композиторское Песенное И поэтическое творчество Отца Романа Мир земной Мир земной С необъятным небесным И друзей не видать Идущих по следу врагов И туман мой туман И дымовой И дымовой И небесом И завесой Оградит И дымов И дымовой И дымов И дымов Ушла в другую сторону. Видите, когда в Украине тоже писал, а потом взял за прага не глядеть на дно, а и спить до дна. Это скат и кассеты. Кяра Лисьо, это что? Это Кяра, это приходы были. Вот у меня просто больницы. Это Кяра, да, а вот Лисьо. Лисьо тоже приходы были. У нас была кинокамера. Ну, в общем, я изобразил себя штатив и не дыша снимал все вот это вот, не знаю, насколько это хорошо получилось. Не было ни света, ничего, но была камера. И это была незабываемая, конечно, встреча и атмосфера. Мы снимали сегодня, сегодня оператор наш. Сегодня у нас отец Роман звезда его снимает. Да, восьмиконечный жанр. Отец Роман вскормил меня своими песнями, своей вот любовью ко мне вот грешной. И, в общем, очень сильно помог. Крестным отцом моим, моим песеном, духовной творчеством стал отец Романа. Романах, отец Роман. Тут буду голосовывать. Романах, отец Роман. Я хотел помочь, хотя бы немного отогреться. Я понимал, настанет тишь, луна застынет горьким колом, ты улетишь и прилетишь. Но пропоешь уже другому пел соловей. Ах, как он пел, и тишина ему внимала, как я хотел, чтоб он пропел. О том, что не начать сначала, а он свистал без день и ночь. А он придерживал каенца, как будто мне хотел помочь, хотя бы немного отогреться. Когда я прочитал одно из стихотворений, на которые не было музыки, оно называлось «Покаяние». Оно потрясло и меня, и Жанну. Страх Господень, Авва, воздержание. Воздержание дарит исцеление. Лучшая поэзия – молчание, а лучшее молчание – моление. Я тоже потом взял гитару и начал эту песню петь. Жанна взяла второй голос, отец роман начал третьим, и вот даже где-то на записи на это все сохранилось. Лучшая молитва – покаяние. Покаяние тщетно, без прощения. Лучшая пред Богом престояние. В глубине высокого смирения. Лучшее пред Богом предстояние Глубие высокого смирения Такие, как Романах, Роман, конечно, это действительно родниковый поэт, поэт уровня Есенина, Рубцова, Николая. Это вот из этой плеяды, только более одухотворён может быть, потому что тут сверхзадача – это всё-таки дух времени, выразитель этого времени. Если глаза затуманились влагой из родника, но плещи на глаза, можешь поплакать, спокойно поплакать. Кто разберёт, где вода, где слеза, можешь поплакать, спокойно поплакать. Кто разберёт, где вода, где слеза, за родником белых ран, кладбище старое, этот забытый край, Руслан, Ассадь. Господь Бог наградил всех нас дарами, талантами. Каждому дал различные таланты, по той причине, чтобы люди нуждались друг в друге. И вот, скажем, для меня и Романах Роман, он взывает в своих стихах к русскому человеку, да, «Будет нашу совесть, будет нашу душу, вставай, поднимайся, не спи, не лежи на лежанке, потому что идёт постоянная духовная борьба за души человеческие». «Колокольный звон над землёй плывёт, а в монастыре братский хор поёт, и на кононарх положил поклон, и тотчас дит колокольный звон». «Странники стоят, молится народ, Русь ещё жива, Русь ещё поёт, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». Служеный покой, валий на смерть, В тёра и теке, грустная печь. Господи, по-немой, Господи, по-немой, Господи, по-немой, Господи, по-немой, Господи, по-немой, Господи, по-немой, Он перевернул полностью мою жизнь. Я с 13 лет в храме, но воцерковление было только благодаря отцу Роману. Это было много лет назад, больше 20 лет. У нас в Киарово. Он очень болел тогда, он к нам приехал уже больным, И очень тихо служил. Служил настолько тихо, что мы практически угадывали. И были даже случаи, когда он даже прерывал службу. Настолько он был болен. Я помню, что в те годы мы встречались, он просто падал с ног. Просто падал с ног по-настоящему. Так, собственно говоря, служили огромное количество воцких священников в те годы. На износ, на полный износ. Ну, а потом уже он был отправлен куда-то в другой приход, А потом по болезни оказался в скиту Ветрова, где и по сей день. О, безмятежность тихого скита, Где звук пустой, известность, знаменитость. Целительные безлюдные места, В них царствует безвестность и забытость. Порою и колодцу муть грозит, А лужа не угнаться за колодцем, Не трогать ее и отразит Луну и звезды, облака и солнца. Я пришел в скит, и это было поворотным пунктом моей, можно сказать, духовной биографии. Отец Роман – это, я думаю, совершенно особое явление. Это не просто поэт, не просто песнопевец. Это духовное событие нашего времени. И мы к нему прикасаемся, зачастую не знаю, кто это. Сейчас возникает возможность рассказать о нем, о том, что есть такой скит, есть такое место, куда можно прийти. Господь привел из Белоруссии в скит Ветрова таких почитателей, таланта и романаха Романа, которые и средствами своими, и силами взялись преобразить скит. Поначалу поставили ветряк, дали небольшой, но все-таки свет. А потом, по благословению псковского митрополита Евсевия и старца Николая Гурьянова, возвели храм в честь иконы Божией Матери взыскания погибших. Отец Роман приснял, погибших нынче много, не только тех, что пали в войнах. Душ погибших, изродованных, множество. О них и будем молиться. В то время он надолго закрывался в келье, писал иконы для храма. Отец Роман в буквальном смысле прожил много лет, около восьми лет, в священном безмолвии. То есть не в переносном смысле как он-то, не просто в молитвенном состоянии. А он молчал, он не слышал ничего. И именно в этот период он, может быть, более всего писал и, может быть, дал нам даже больше, чем в предыдущие годы. Это его испытание было. Он не любит говорить об этом периоде слишком подробно. Но, во всяком случае, это была воля Божья, которая не помешала его творчеству и духовному его состоянию. В годы молчания он много писал. Иногда по несколько стихотворений в день. И каких стихотворений? Ни слов, ни дум, всего лишён. И не жалею об утрате. Душе настолько хорошо, что не вмещает благодати. И свет, и жизнь не умолчать. На красоту не насмотреться. И хочется весь мир обнять своим помилованным сердцем. Я, наверное, одна из первых узнала о том, что вот с ним случилось безмолвие. Как это произошло, как он сам рассказывает. У него перед самым домом кормушка для птиц. И они там дерутся и щебечут. И очень устраивают такие концерты. Он утром встал, подошёл к окну, видит птиц и ничего не слышит. И в этот день к нему приехал Владимир. Он привозил продукты там и так далее ему. И так как он не слышит, он не понимает, он говорит или нет. И он ему пишет, я говорю или нет, ты меня слышишь? Он говорит, что нет. Нужно сказать, что более мужественного, более вот, вы понимаете, чисто монашеское было отношение у него к этому событию, которое с ним произошло. Всё претерпеть. Всё претерпеть, что это воля Божия. И дело всё в том, что когда я у одного священника на исповеди сказала, что я считаю себя грешницей, что я не могу говорить отца Романа к врачам обратиться, и что вот у меня есть возможность там к какому-то вот такому... Светили. Светили его. А он мне сказал, если ещё раз произнесёте врач слово, то я вас вычёркиваю из синодика. Священник этот мне сказал, Алла Николаевна, у монахов свои отношения с Господом. И не пытайтесь в них вмешаться. Разобраться. Он прижал сюда, и мы писали друг другу письма. Причём он мне говорил. Пишет. Какая ты неэкономная. Как ты широко ставишь буквы. Это он мне показывает. А я правда. Ведь я же всё надо было высказать. Какие события. Как мне быть дальше. И даже исповедь. У него с собой всегда была пачка... Пачка листов, бумаги. Пачка листов, бумаги. И карандаши, и карандаши, и ручки. Ну и карандаши тоже были. И только переписка. И у меня сохранились эти листы. Все годы молчания службы не прекращались. Правда, я была реже. Потому что я считала, что батюшка всё-таки как-то в этом положении стремился уединиться. Это были службы необычные. Потому что батюшка мог мне показать просто перстом. Вот здесь читаешь. А дальше он молча прочитывал то, что его часть. И так далее. Тут я пела. И всё это мы совместно в такую обедницу обращали. С помощью Божьей. Но мы понимали друг друга. Мне неоднажды довелось быть на службах в его храме. И когда освящали храм в честь иконы Божией Матери взыскания погибших. И потом, когда вот этот праздник бывает зимой в честь этой иконы, мы приходили к нему. У нас такой любительский фильм снят на эту тему. Однажды в скит собралась группа паломников. Среди них отец Никита, пожилые монахини из Белоруссии, профессор Корольков, проводник Владимир. Паломники шли в скит на престольный праздник храма. Это огонь на территории. Никто не ходит. Тропы нету. И отец Роман привязывал такие бантики, ориентиры, чтобы мы могли по этим бантикам не сбиться. А потому что там можно так заблудиться, что уже даже и не выйти. Там только на лодках. Когда я смотрю на эти кадры, мы вспоминаются стихи и романаха романа, написанные в юности. Я учился мужеству не у людей. Я учился мужеству у лошадей. Знаете, таких задрипанных клечонок. Им хребты ломают каждый день, раздирают губы каждый день. А они храпят лишь обреченно, но идут навстречу борозде. Это были годы молчания отца Романа. Литургию в тот день служил отец Никита. Отец Роман пребывал в безмолвии восемь лет. Он обрел голос и слух так же внезапно, как потерял. Это время полной тишины он воспринимал как волю Божию. Тишина внешне бывает, тишина внутренняя. Душа, которая коснулась безмолвия, это душа уже, которая прикасается без страсти. Вот это великое состояние, когда умолкает все наносно в человеке. Это очень важно. И молитва бывает же тоже бессловесна. Просто молчит человек, а душа радуется. Блажен, кто наполняясь тишиной и в нем и ей благоговейным слухом в обыденном постигнет мир иной дыхание созидающего духа. В любой букашке и любом листе мерцание звезд и на земле мылы куда ни глянь, повсюду и везде таится оживляющая сила. Царю небесный, души все благей, тобой живется всякое творение. Пошли, да не похвалятся враги, лицу России в воду обновления. Я думаю, что вот только, может быть, в стихе, только вот в одной страфе такую глубокую мысль можно выразить, обладая каким-то талантом от Бога. Мы часто спорим, мы часто говорим о чем-то. Я думаю, что наши разговоры, может быть, частично были толчками к его стихам. Скажем, мы много говорили о личности, что такое личность. И вот отец Роман пишет стих. Так кто есть личность? Думается тот, кто с глубиною собственную дружит, кто до себя однажды донырнет и не спешит выныривать наружу. Вот донырнуть до собственной глубины каждому, это и значит стать личностью. Вы знаете, для меня сегодня счастливый день. потому что я сегодня впервые познакомилась и воочию увидела человека, который я вам скажу честно, привел меня в храм. Мы с батюшкой все эти годы переписывались, я его никогда не видела, поэтому для меня сегодня это большой подарок. Я хочу взять благословение у батюшки. Надо сказать, что каждый концерт у меня начинается с песни «Родник» и заканчивается чистотой. Стихи, которые я прочитала совершенно случайно в одном из журналов, и когда я их прочитала, то неожиданно появилась музыка на припев «У душа, что тебе не хватает чистоты, чистоты». Я хочу вам этой песне всем пожелать чистоты, чистоты душевной, чистоты помыслов, чистоты сердец. Берегите ее, храните, умножайте ее, это благодать Божия. Не случайно природа старатает, у дорог догорают кусты, о землях, что тебе не хватает чистоты, 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 о землях, что тебе не хватает чистоты, 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 чистоты. Каждый плачет, когда потеряет, поминая яблые мечты, о душа, что тебе не хватает чистоты, 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 о душа, что тебе не хватает чистоты, 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 чистоты. Я вот думал, чем питается душа? Я вырос на Брянщине в селе, и храм мой, храм, святители Митрофания, в котором венчались мои деды, прадеды, я по отцу из христиан, да, и превратили в гараж. Храма не было, я не знал ни исповеди, не знал прочащения, рос как все. Но, милость Божия, я знал красоту русской природы. Я вырос на Десне, Десна подразливается до 5 километров, до леса. И вот я сидел на холмах в селе Радчевском, знаете, я часами сидел, я не мог оторваться. Я уже потом понял, что душа требовала этой красоты, и душа, ну, не могла расти иначе, не питаясь чем-то. Про Россию, да? Про Россию, такое желание роду. А, роду? Да. Ого. Попробую. Ваши прощения, я не пел, не подполью. Подыгрывайте, все подполью. Сейчас, подполью. Давным-давно со всеми еще ребенком, Когда мечтой и чистотой дышал При матушке, да на родной сторонке, Под листопадом яблоньки сажал. При матушке, да на родной сторонке, Под листопадом яблоньки сажал. Родина моя, родина, родникая тихая Русь, Родина моя, родина, неужели к тебе не вернусь? В чужом краю душе не отогреться, А сердце, сердце, прошлым не живи, Когда б не ты, зовущий всех нас в детство, Кто выжил бы без смысла и любви? Когда б не Бог, зовущий всех нас в детство, Кто выжил бы без смысла и любви? Родина моя, родина, родниковая тихая Русь, Родина моя, родина, я вернусь, непременно вернусь. Я глубоко убежден, Вся великая поэзия, написанная в разное время Разными поэтами или музыка, Она также вся пришла от Бога. Мне в Австралии, когда мы находились там У русских эмигрантов, попался журнал «Паломник». И там я как раз увидел стихи «Матушка Добрынюшки наказывала». Эти стихи настолько зажгли, Музыка зазвучала, И я сразу же и написал. Я вчера скакал по святой Руси, Я стрелой летел ниже облака, Видел я на Руси оскудение, Видел мерзость кругом запустения. Церкви белые, оскорненные, А сурманами разоренные, А сурмани цены из стартара, А слои кровей лыкомшитые. Поклоняются люди и вола, Мудрые близят Бога безумные, Православную веру забросили, Обучают и течи без Господа, С комаровом житье лучше некуда. Приостанилось племя вертвлявое, Сто забыли напевы родимые, И кудят души непотреблые. Затанала слава святую Русь, Он оставил бесовские к обещам, И за морской страны едут не крестит, И за войны зубы на бездравные, Семь за морской Русь заполонили, Так что духу не православного, От везья в одну думку думают, Как безбога их мирок пролетит. Матушка Добрынишки наказывала, Государня Добрынишки наговаривала. Ох, глупый ты, свинцы, Дементьевич, Не набрался по зиму разуму, И не пришла еще ночка темная, Ночка темная, тьма кромешная. Есть еще на земле сыны русские, Православную веру хранящие. Сколько мучеников, исповедников, Пред престолом стоят все держители. День и ночь умаяют, причинают, О родной стороне, в Отечестве, И пока в церковь Божьей молятся, О нихиду не правь, у святой Руси. О нихиду не правь, у святой Руси. Песни, которые мы поем. Ведь Русь еще жива, Русь еще поет, А раз поет, значит жива. И вы знаете, в этих словах, казалось бы, Что? Иногда говорят, так что там отходная, Уже что, Руси не будет? Будет Русь, будет. Вы знаете, Русь непременно исполнит Свою миссию на земле. Непременно исполнит. Поэтому те будители духовные, Как и романах Роман, Они нам очень нужны, напоминают. Русь жива, Русь поет, И она будет жить до скончания века, Пока не исполнит свой долг, Завещанный от Бога. Колокольный звон над землем плывет, А в монастыре братский хор поет, А в монастыре братский хор поет, Господи, помилуй! И тот час затих, колокольный звон, И тот час затих, колокольный звон, Молится народ, Молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет, Господи, помилуй! Твой черед настал, Молодой звонарь, Пробуди простор, Посильней ударь, Господи, помилуй! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова